Камчатские серфингисты торжественно открыли летний сезон на Халактерском пляже. В честь праздника поверх теплых гидрокостюмов они одели парадную и торжественную одежду. На многих красовались вечерние платья, рубашки, галстуки и даже шляпа-цилиндр. Спортсмены говорят, что самые стойкие не прекращали занятия спортом на протяжении всего года. Но с приходом теплой и солнечной погоды количество тех, кто не боится освежающей океанской волны, выросло многократно. Вода на удивление теплая, потому что в это время года обычно вода еще такая по-зимнему холодная. То есть там 0-2 градуса, а тут прям довольно-таки тепло. Ну и, собственно, солнышко еще пригревает, так что вообще по-летнему прям. Несмотря на то, что катание на доске ассоциируется, как правило, с пляжами теплых стран, камчатские серфингисты рассказали, что условия для занятия этим спортом на полуострове более чем подходящие. Главное не забывать про специальный костюм. Без него долго пробыть в холодной воде не получится. Как выяснилось недавно для меня, во всяком случае, то, что на Камчатке серфинг очень качественный. Здесь хорошие океанические волны. И он отлично подходит именно для занятий серфингом. Несмотря на то, что довольно холодная вода, сюда приезжали знаменитые серфингисты и ассоциируют очень хорошие отзывы о нашем пляже, о камчатских волнах. Сёрферы говорят, что давно ждали открытия сезона, а костюмированное коллективное купание подействовало вдохновляюще на всех участников заплыва. Всё так круто сложилось. Погода, волны очень мягкие. То есть дают тебе полностью расслабиться. И плюс сегодня ещё все в костюмах, нарядах. Это прям потрясающие эмоции. С самого начала, когда мы все одели свои наряды, уже настроение поднялось прям до небеса. Когда мы ещё зашли в воду и покатались, это прям очень-очень круто. По словам камчатских сёрферов, главным препятствием на пути к Тихоокеанским волнам на протяжении всего холодного сезона была вовсе не суровая погода, а разбитая дорога к Халактырскому пляжу. По их словам, до последнего времени добраться туда можно было только на тракторах или специально оборудованных машинах. Сейчас же дорога вполне просохла, и большинство из них может наконец-то пробраться к пляжу, чтобы заняться любимым делом.